Сочи продолжают возвращать в дома голубое топливо. На помощь газовикам Центрального района пришли коллеги из Адлерской и Лазаревской служб. Кто чем будет заниматься, сегодня депутаты городского собрания определили полномочия районных администраций. В Сочи начнут активно развивать регби. Есть уже и база, об этом стало известно на заседании Совета по предпринимательству. В Сочи пройдет открытый чемпионат по мото-джимхане и стандрайдингу. Заезды состоятся у Олимпийского парка. Сочи продолжают возвращать в дома голубое топливо. Напомню, 25 и 26 сентября в нескольких микрорайонах Сочи начались плановые работы на газопроводах. Завершить работы планировалось в среду вечером, однако процесс затянулся. Накануне удалось подключить половину отключенных домов. В четверг с утра работы продолжились, в том числе и в частном секторе. На помощь сотрудникам Центральной аварийно-диспетчерской службы пришли коллеги из Адлерской и Лазаревской служб. Чтобы ускорить подключение, жители просят обеспечить доступ специалистам Сочи-Горгаза и иметь на руках действующий договор на техническое обслуживание. И к другим новостям. На Кубани развязали транспортный узел. На участке федеральной трассы М4 Дон, где дорожная артерия уходит в объезд Краснодара, открыли новую развязку. И наземный пешеходный переход. Символическую красную ленту сегодня вместе с руководством Росавтодора и компанией-строителем разрезал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Глава региона поблагодарил дорожников за качественную и быструю работу. Транспортная артерия связывает центральную часть России с югом страны. Поэтому ее расширение стало важным этапом в развитии не только логистики, но и экономики края, уверен Вениамин Кондратьев. Это часть большого транспортного торгового коридора, по которому Россия осуществляет свои торговые отношения с другими странами. Благодаря тому, что сегодня мы открываем эту развязку, пропускная способность машин на этом участке увеличивается в пять раз. Я, конечно, хочу сказать слова огромной благодарности правительству России за поддержку транспортной инфраструктуры нашего края. Сергею Валентиновичу Кельбаху лично за неустанный и постоянный контроль и взаимодействие за состоянием дорог в нашем регионе. Друзья, у нас тесные, партнерские отношения. Дороги широкие, комфортные, качественные. Безусловно, часть экономики нашего региона. Но, наверное, самое главное, это часть комфортной, удобной жизни. И для жителей нашего края, и для многотысячных гостей, которые приезжают на своем автотранспорте в наш регион. На реконструкцию развязки ушло чуть больше двух лет. Руководитель Росавтодора отметил, что все работы были выполнены в заявленные сроки. Специалисты построили путепровод, полностью сменили дорожное полотно, восстановили съезды. Летом только за день здесь проезжало 90 тысяч автомобилей. Убрать заторы с этой развязки было стратегической задачей строителей. Они уверены, проделать такую масштабную работу удалось благодаря четкому взаимодействию. Мы работали как одна команда. И администрация края во главе с губернатором. И коллектив команды госкомпании. И коллектив акционерного общества «Дон Аэродорстрой». Когда все участники процесса в едином порыве, координарируясь друг с другом, преследуя одну единственную цель, максимально короткие сроки выдать качественный продукт, всегда получается хорошо. Для нас этот объект, это как вишенка на торте, наверное, окончание эпопеи большой, которая началась в 2015 году. Мы всегда чувствовали поддержку и плечо. Руководство края в лице Вениамин Ивановича, который регулярно приезжал на планерки, помогал. У нас были такие побочные совещания. Министр транспорта Российской Федерации прилетал. Руководство государственной компании Сергея Валентиновича. Мы чувствовали всегда поддержку и действительно вместе осилили очень большой, серьезный объект. Главными героями сегодняшнего дня стали, конечно же, рабочие. На торжественной церемонии им вручили благодарности за качественную и оперативную работу. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. Кто чем будет заниматься? Сегодня депутаты городского собрания Сочи определили полномочия районных администраций. Этого требуют и федеральные, и краевой законы, и изменившаяся структура городской мэрии. Все подробности далее. Четыре вопроса основной повестки сессии городского собрания Сочи депутаты посчитали самыми важными. Необходимо было проголосовать за новые положения каждой районной администрации. Прежние датировались еще 2014 годом. Новые необходимы из-за ряда изменений. Например, в части муниципального земельного контроля. Мониторить и предпринимать шаги по выявлению нецелевого использования земельных участков будет муниципалитет. В департаменте городского хозяйства создан специальный отдел, сотрудники которого будут передавать информацию о выявленном самострое в Краевой гостроинадзор. Те же, в свою очередь, проводят проверку и в случае выявления нарушений подготавливают соответствующие материалы для передачи в новое управление по реализации полномочий по пресечению нарушений земельного и градостроительного законодательства. Это же управление уже далее будет передавать материалы в суд. Чтобы не стать нарушителем градостроительного кодекса, нужно подать уведомление в департамент архитектуры города о начале стройки, будь то на дачном участке или ИЖС. И когда вводится в эксплуатацию, он должен также уведомить, что он построил то, что он заявлял. Если такого уведомления нет, сразу же это строение признается самовольным. И не надо его признавать какими-то другими бедами его самовольность. Если он не уведомил, а построил, это уже самоволка. И соответствующие дальнейшие действия как относительно самовольного строительства. Такой порядок поможет упорядочить в Сочи строительство. И сегодня народные избранники внесли изменения в бюджет города. Его доходная часть увеличилась на 235 миллионов рублей. Были перераспределены средства по ряду отраслей. В текстовой части проекта решения имеется одно изменение, которое связано со случаем предоставления субсидий. Случай предоставления субсидий звучал, что мы компенсировали затраты по содержанию эксплуатации постолимпийских объектов. Теперь это уже не требуется. Но нам требуется до включения в тариф еще пока выделить субсидию на прочистку и восстановление Нагорного канала. Поэтому мы конкретизировали случай, изложили его в соответствующей редакции и также на финансовое обеспечение. Не обходится без помощи города спецавтохозяйство по уборке мусора. Большие претензии как к юридическим лицам, так и к физическим, которые выбрасывают мусор, а платить за вывоз не хотят. Требуются дотации и Сочи Автотранс, и Сочи Теплоэнерго. В первую очередь это по поводу поддержки вывоза мусора с нашего города. Второе это по поводу субсидирования автотранспорта, тот, который занимается социальными маршрутами на нашей территории. Те, которые не окупают, но в любом случае автобусы у нас должны быть в каждом ауле, в каждом селе. Поэтому вынесены вопросы. Ну и те, которые касаются ремонта, школ, перевода на их на газификацию. Ну а большая часть субсидий из края пойдет на проектно-смехную документацию и экспертизу новой школы в Америкинской долине. Гелена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В Сочи будут активно развивать регби. Базой для команд станет стадион «Локомотив» в Хосте. Об этом стало известно на заседании Координационного совета по предпринимательству. С представителями курортного бизнеса встретился глава Сочи. Деловой климат в городе становится все лучше, отметили на совете. Это связано с тем, что курорт обеспечивает круглогодичный приток туристов. Следовательно, растут возможности для заработка. В Сочи сегодня зарегистрированы 35 тысяч предпринимателей. Эта цифра растет ежегодно, в том числе за счет иногородних бизнесменов. Растет и конкуренция. И для успешной работы нужно искать новые формы бизнеса. Один из примеров – интеграция бизнеса в спорт. Тем более, что на социально значимые проекты предпринимателям могут выдать гранты. От 3 до 15 миллионов рублей. Об этом предпринимателям рассказал глава Сочи. Есть уже и первые ласточки. Стадион «Локомотив» в Хосте станет базой для команд по регби. А на месте барака на Первомайской улице построят спорткомплекс. Предложение по строительству бассейна в Лазаревском районе ищет и Федерация Пятиборья. Форм сотрудничества много. И государственно-частное партнерство. И кооперация нескольких предпринимателей. Мы столько предлагаем различных видов деятельности. И, к сожалению, этим местные предприниматели не занимаются. Именно над ними работают сегодня для того, чтобы их выставить на инвестиционном форуме. Но, повторю еще раз, если внимательно кто-то займется этим, изучит все, отойдет от этих ларьков, а перейдет к нормальному бизнесу, найдет себе соинвестора. Вот о чем идет разговор. И мы будем всячески поддерживать. Также сочинских бизнесменов пригласили активно участвовать в деловых форумах, которые проводятся в Крае. Очередной ежегодный форум «Дело за малым» состоится в Краснодаре 18 и 19 октября. Мероприятия посвятят поддержке малого и среднего предпринимательства. Участие в форуме примет губернатор Края, а также видные представители российского и зарубежного бизнеса. Ну, а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 28 сентября в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17. Днем 21-23 градуса выше нуля. Температура морской воды плюс 24. Сегодня в Сочи прошла Всероссийская научно-практическая конференция, темой которой стала стратегия развития конкуренции в России. На Большом форуме, организованном Федеральной антимонопольной службой, Министерством экономики Краснодарского края и Сочинским госуниверситетом обсуждали опыт регионов. Заместителя главы Федеральной антимонопольной службы в Сочинском госуниверситете встречали гостеприимно с хлебом и солью. Ну, а в актовом зале руководство ФАС и СГУ ждали представителей более чем 30 регионов страны. Столько приехали на научно-практическую конференцию по стратегии развития конкуренции. Большой форум провели в рамках недели конкуренции в России, которая в эти дни проходит в Сочи. Было отмечено, что разработан национальный план и дорожная карта. Определен 41 ключевой показатель развития конкуренции. То есть это те рынки, на которых каждый регион будет увеличивать долю частного сектора экономики. Каждый регион имеет свою специфику и, естественно, Краснодарский край тоже отличается своей спецификой. Здесь в первую очередь нужно посмотреть на развитие бизнеса, который связан с отдыхом, с туризмом. Поэтому в этом отношении мы посмотрим, какие сферы будут в качестве приоритетов. И задача, в общем-то, состоит в том, чтобы мы перечень этих рынков сегодня постарались максимально утвердить. Также в числе приоритетных направлений развития конкуренции на Кубани могут стать медицина, дорожное строительство, транспорт и социальная сфера. Кстати, именно в стенах опорного вуза края Сочинского госуниверситета конференцию провели не случайно. Несколько сотрудников, в том числе и я, входим в совет по развитию конкуренции при администрации Краснодарского края. И ученые вместе со студентами Сочинского государственного университета осуществляют мониторинг конкурентных рынков на территории Краснодарского края. Мы мониторим состояние развития конкуренции по пяти рынкам. Это рынки санаторно-курортных и туристских услуг, ЖКХ, транспорта и ряда других. Собранные данные, говорят в вузе, важны с научной и исследовательской точек зрения и очень необходимы для всей страны. Ведь развитие конкуренции – одна из стратегических задач. Это ключевой фактор, который способен демонополизировать рынки и тем самым обеспечить устойчивый экономический рост. Ну а тех, кто активно принимает участие в этой важной работе, отметили дипломами от руководства Федеральной антимонопольной службы страны. Инга Габешия, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». С октября изменятся правила регистрации авто. Новый приказ МВД юридически закрепляет практику постановки на учет машин с электронными паспортами, а также упрощает для водителей ряд других процедур. Об этом пишет коммерсант. С 1 июля в России появилась возможность оформления электронного ПТС на автомобиль. При этом выдача бумажных паспортов на новые машины пока не прекращается. Переходный период будет действовать до ноября следующего года. Важный момент – теперь на автомобиль можно будет установить новый мотор и ездить без каких-либо дополнительных действий. При продаже новому собственнику дополнительные документы на двигатель также не нужны. Если вопросов не возникает, информация о новом моторе вносится в ПТС при регистрации машины. Новый приказ уточняет и порядок действий в случае, если автомобиль принадлежит сразу нескольким людям, когда машина, например, перешла по наследству, и формально все наследники являются собственниками. Теперь заявление о согласии регистрировать машину на одного из них можно написать как самостоятельно в ГИБДД, так и оформить у нотариуса. Предполагается также, что теперь поставить на учет автомобиль можно будет по документу, который выдается взамен утерянного паспорта. Еще в приказе четко прописана обязанность инспекторов вносить в систему ГИБДД все данные, включая сканы документов и фотографии об измененной маркировке автомобиля. К примеру, когда один из номеров на кузове проржавел и не читается, но в ходе экспертизы официально установлено, что никакого криминала в этом нет, на машине можно ездить. Еще одно новшество. Сейчас при смене автомобиля водитель может сохранить за собой госномер, расставив его на хранение в ГИБДД на срок до 180 дней. По новым правилам этот срок увеличивается до 360 дней. В Сочи четвертые сутки ищут 12-летнюю Валерию Яргину. В полицию обратилась ее мать. Она рассказала, что дочь 23 сентября ушла из дома по улице Джигитская и с тех пор на связь не выходила. Раньше девочка уже несколько раз уходила из дома, но ее находили. Сейчас проводится доследственная проверка. На вид Валерии 16-17 лет, рост около 165 сантиметров, среднего телосложения, глаза зелено-карии, черные волосы до плеч. Была одета в темно-синий джинсовые шорты и футболку камуфляжного цвета. Всех, кто что-либо знает о месте нахождения девочки, следствие просит сообщить об этом по указанным телефонам. Любая информация, малозначительная на первый взгляд деталь, могут оказаться важными при поисках пропавшего ребенка. Ну и продолжаем. Благословил на строительство. Патриарх московский в Сияруси Кирилл посетил Краснодар, где появится новый храм в честь святых Кирилла и Мефодия. Его возведут на территории Кубанского государственного университета. Глава Русской Православной Церкви осветил место под строительство храма. В торжественной церемонии закладки камня приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов. Замечательно, что в 21 веке мы возвращаемся к нашим истокам. И как хорошо, что здесь, на Кубани, будет при университете существовать храм, посвященный тем двум людям, которые залашили основы всякому знанию. Я очень надеюсь, что очень многие студенты, профессора, преподаватели в этом храме обретут опыт молитвы, опыт реального соприкосновения к Богу. Патриарх московский в Сея Руси Кирилл подарил вузу для будущего храма икону с образом Божией Матери. После чего Святейший вместе с Вениамином Кондратьевым и Владимиром Устиновым посадил дерево в память об освящении закладного камня. Известно, что храм в честь святых Кирилла и Мефодия собираются выполнить в древнерусском стиле. В Сочи из Иерусалима привезут мощи Иоанна Крестителя. Ковчег со святыней с 18 октября будет находиться в храме святого равноапостольного князя Владимира. С начала чудотворной мощи из Иерусалима по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора прибудут в краевую столицу. В Свято-Екатерининском кафедральном соборе они пробудут неделю с 11 по 18 октября. И уже 18-го христианскую святыню привезут в Сочи. Во Владимирском храме ковчег будет находиться вплоть до 21 числа. Храм будет открыт с 6 утра до 11 ночи. И любой желающий может прийти сюда и помолиться перед величайшей святыней, попросить Иоанна Крестителя о своих каких-то просьбах. Богослужения будут совершаться в нашем храме ежедневно по расписанию. Мы приглашаем в наш храм всех жителей и гостей нашего города. Для православных верующих нашего города и края это событие станет уникальной возможностью прикоснуться к мощам проповедника и пророка, которого почитает весь христианский мир. Считается, что Иоанн Креститель – ближайший пришественник Иисуса Христа. Как гласит Евангелие, он вел строго подвижнический образ жизни и призывал современников к покаянию. Правдолюбие предтечи стоило ему жизни. Его обезглавили за обличение нечестивой жизни царя Ирода. Ковчег с мощами святого постоянно находится в древнейшем христианском храме греческого монастыря Иерусалимской патриархии. В позе лотоса в Сочи пройдет открытый семинар по хатха-йоге. Он пройдет 30 сентября с 10 до 13 часов на площадке для йоги парка Ривьера. Основной темой станут очистительные техники йоги. Семинар проведет специалист в этой области Антон Колыванов. Он поделится своими знаниями не только с теми, кто давно занимается восточными практиками, но и только начинает постигать эту культуру. Присоединиться к мастер-классу может любой желающий. При себе необходимо иметь коврик для йоги, хлопковое полотенце и питьевую воду. В Сочи пройдет открытый чемпионат по мото-джим-хани и станд-райдингу. Он стартует в субботу 29 сентября в 11.00. Соревновательные заезды состоятся на мотодроме курорта «Имиритенский». Около 50 участников, в числе которых несколько девушек, прибудут на курорт из Москвы, Челябинска, Краснодара, Ростова, Туапсена, в Российской, конечно, Сочи, чтобы продемонстрировать свое мастерство скоростного маневрирования на трассе с искусственными препятствиями и попробуют свои силы в трюковой езде на мотоцикле. Самым молодым участником чемпионата станет 13-летний сочунец Данил Кондрашов. В качестве участника чемпионата заявиться может любой желающий обладатель водительских прав соответствующих категорий и транспортного средства – мопеда, мотороллера, мотоцикла любого типа. Вход для зрителей свободный. Ну и на этом наш выпуск завершен. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – Facebook, Instagram, Одноклассники и Telegram и в группе FKT ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Такая, как хочешь. Такая, как любишь. Такая, как нравится. Такая, как всегда. Сезоны «Женская одежда». Парковая 17. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok